Здравствуйте! В эфире арт-студия. Я ее ведущая Виктория Дронова. В этом году исполняется 50 лет студии изобразительного искусства, которая работает при Дворце Дружбы народов губернаторских. Возглавляет ее замечательный художник Александр Владимирович Зинин. И сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте, Александр Владимирович. И не один, а со своей доченькой Марией Бычковой, тоже художницей. Здравствуйте, Мария. Александр Владимирович, вы возглавляете студию, ей уже 50 лет. А когда вы пришли работать туда? Вы же не с самого начала там. Ну, я начал свою карьеру-то в Ульяновске со Дворца Пионеров. Там тоже вел студию. Очень много занимался там оформительской работой. А потом вот Людмила у у меня устроилась во дворец жена, в детскую застудию она вела. И когда там освободился место руководителей в взрослой застудии, я перешел. Это где-то было в году, ну, в первой половине 80-х. То есть Людмила, ваша жена, она тоже художница и тоже работала там. Когда вы работаете с детьми, какую задачу вы перед ними ставите? Ну, первое... Чтобы, допустим, чтобы быть художником, нужно продолжить. Нужно уметь фантазировать и сочинять. И первое задание вообще... Это у меня так пожизненно, значит, у всех студийцев, детей. Когда идете в студию, вот между занятиями думаете, что будете рисовать, что хотите рисовать. Сочиняйте композицию, собирайте материалы для нее и так далее, и так далее. Сразу возникает вот это вот желание именно сочинять. Вот. А дальше это уже развивается в процессе работы. Вот сейчас, по нынешним временам в детскую студию в основном-то ходят младшие школьники. Вот. Почему? Потому что очень мощно здесь с этого времени развилась вот эта вот система художественного воспитания, художественных школ. То есть там уже такое системное воспитание. А у меня задача, наверное, вот заразить их художеством и профессией. Ну, а также вот вот заразить художеством. Ведь всякий человек просто не понимает, не всегда понимает этого. Он все-таки является художником своего дела. Вот. И вот этот вот навык какой-то пространственной ориентации, навык, ну, условного, символического осмотрения на мир, который дает художественная грамотность, он не является лишним. Это, по сути, это дело навык пространственной ориентации. Вот. Такого человека, художника труднее обмануть, чем простого гражданина, который верит в славу. Художник верит в то, что он еще видит. То есть это нужно сочинять так же, как сочинять стихи, как сочинять рассказы. Так можно сочинить и картину. Правильно? Да. Но существуют, конечно, законы, вот выработанные истории искусства. Вот. Но мне нравятся, например, вот те законы, которые априори сидят в любом человеке, не совершенно неискушенным. Но стоит только ему поставить там первую точку, провести первую линию, и вдруг там что-то срабатывает, вот срабатывает эта интуиция, по которой он вдруг начинает творить. И вот тут вот надо как раз это грамотно добавить к этой интуиции вот эти вот рациональные способы. Причем в случае с детьми это очень надо делать очень деликатно, потому что вот это вот божественное начало творчества, которое в нем сидит в действительности, ну, я бы не сказал, что очень хорошо исследовано людьми, не очень хорошо арсенализовано. Вот. И вот тут вот как раз вот возникает вот это соединение двух начал. Достижения уже известны, особенно преподавателю, и неизвестные еще детям. И вот это вот внутреннее их, которое идет вот от этого начала. Мария, а вы тоже ведь возглавляете какую-то детскую студию, да, учите детей рисовать? Ну да, я тоже занимаюсь с детьми, причем уже много лет. Я тоже порядка семи лет преподавала в изо-студию папа. То есть опыт и практика уже есть. Да, и поэтому у меня тоже есть свои такие наработки именно по работе с детьми. Но в основном это как продолжение семейных традиций. А можно научить, допустим, ребенка, человека рисовать? И в будущем вот так научитесь, что он станет великим художником? Или же это талант, который уже врожденный у человека должен быть? Я думаю, что все-таки должен быть врожденный талант, потому что те дети, которые приходят заниматься искусством, они уже себя чувствуют художниками. То, что мы говорим, может ли он стать художником, они уже все художники. Они говорят, я могу все в этом возрасте. Когда им 4-5 лет, они не думают о том, что чего-то у них не получится. Они берут и рисуют. И вот это самое главное как раз в них – это желание и вот это чувство, чтобы в них сохранить. Поэтому очень сложно именно работать с детьми в плане того, что нужно очень мягким быть в плане критики. Можно больше хвалить их и именно направлять. Потому что можно отбить каким-то неловким словом желание. Ну, конечно, конечно, да. И ребенок больше не придет. Да. То есть нужно быть еще и психологом. Ну, просто четко отношение. А вы как думаете, нужно обязательно талант, Александр Владимирович? Ну, талант – дело развиваемое. Тут вот надо не талант, наверное, даже, а любовь к природе и переполнение чувства вот этой природы. Причем не только природой, которую мы видим, а еще природой, например, техники, как это у мальчиков, это же танки, машины, там самолеты, часовой механизм какой-то. Там это надо все рассмотреть. Ну, вот меня переполняет любовь к природе. Но дерево, к сожалению, я нарисую не очень хорошо. А просто тут надо испробовать раз и нет. И еще раз я должен вас похвалить за что-нибудь это самое. А похвалить всегда есть за что. Значит, подсказать вам, а вот тут вот бы что-то еще надо пририсовать. А вот тут вот веточки у дерева надо делать тоньше, чем ствол, а самые дальние так еще тоньше. Вдруг у вас начинается это самое. Вот после этих слов что-то там начинается. Одно получилось, второе получилось, третье получилось. А вообще там даже вот это… То есть все-таки можно. Но вы начинаете мыслить, как подружно. Мария говорит, что нужен талант, а вы говорите, Александр Владимирович, что все-таки можно. На уроки и за студию ученики приходят уже с готовой идеей. Александр Зинин, бессменный мастер студии, помогает прикрепить лист к мольберту, а дальше начинается творческий процесс. Здесь можно писать натюрморт или абстракцию, использовать мелки или акварель. Александр Владимирович уверен, у многих его учеников есть природное чувство цвета. И глядя на то, как он рассказывает о работах воспитанников, понимаешь, вот что значит быть влюбленным в свое дело. Это лучезарное сияние написано Александром Бердниковым, взрослым и застудийцем. Как такое чудо сделать? Вот чудо цвета, чудо вот этих вот красочных переливов. Ты буквально физиологически ощущаешь этот солнечный свет. Пообщаться с мастером приходят люди всех возрастов. У художника особый подход к своим воспитанникам. Он не исправляет ошибки, а лишь подсказывает. Важно не просто дать ученику профессиональную базу, но и сохранить природную целостность и стиль. На занятия к мастеру Людмила ходит с сыном. Сегодня ребенку пришлось остаться дома, но для женщины уроки творчества уже стали неотъемлемой частью жизни. Мастер, он говорит такие ценные советы, которые в интернете не получишь. У каждого мастера есть свой почерк, свое видение. Тем более он подходит к каждому ребенку и объясняет нюансы такие вот, что вот я их не подчеркну ни в книге, нигде. Мы здесь вдохновляемся, здесь много такого интересного. Если вот я на шестом десятке, здесь вот не хочется, я бы вообще не уходила, без пола бы ночевала. Любой ульяновец, даже если не слышал об Александре Зинине, гарантированно знаком с его творчеством. Росписи художника можно увидеть в школах области, а полиптихи украшают стены Ульяновского госуниверситета и дворца губернаторский. Но одним из самых известных творений Александра Владимировича стал памятник букве Йо, который с 2005 года украшает набережную Волги. Помню художника Парамонова, который здесь работал руководителем из-за студии. И вот во времена первого директора Яворского и художника Парамонова были выписаны из мастерских академий художеств гипсовые слепки сансичных и скульптуры эпохи Возрождения. Вот они сейчас стоят у меня в застудии. Я их бережно храняю. И вот этим летом я частично их отреставрировал. Вот Венера Миловская стоит, а после реставрации оригинал мраморный стоит в Луаре. Главным учителем для Александра Зинина, конечно же, был его отец, художник Владимир Зинин. Александр Владимирович с гордостью пересматривает альбом с лучшими работами отца. Он издал его самостоятельно, скрупулезно отбирая архивные фотографии и дополняя их своими воспоминаниями. Владимир Зинин стал родоначальником творческой династии. Сын Александр, сноха Людмила, внучки Анна и Мария – тоже профессиональные художники и дизайнеры. И теперь они передают накопленный опыт таким же ценителям прекрасного. Талант, который зародился, не знаю, если вы изучали свою родословную, ваши бабушки, дедушки, Александр Владимирович, ваши бабушки и дедушки рисовали? Не мамы, папы. Про папу и мам я знаю, а дедушки и бабушки. По сути-то дела нет. Но у нее уже все рисовали, уже дедушка рисовала. А бабушка-рукодельница была. Бабушка-рукодельница была. Значит, дальше. Ну вот, я художника второго поколения, а не в третьем. Даст Бог вот что-то во внуках это самое проявится. Ну, это есть. А потом, ну, все равно, вот, папа ведь вырос в селе, в крестьянской семье. Село, природа – это все. Да, в Павловском районе наш папа родился. Я счастлив, что Маша и Аня вот периодически ездили в Павловку, и все, летнее детство-то там проходило. Вот. При дедушке с бабушкой, это вот Павловская вольница деревенская, вот она, наверное, сыграла. Она в восстановлении их характеров, там, природа, вот как Маша там ходит по лесу, когда ищет грибы, это надо просто видеть. То есть, все-таки Родина как-то подпитала, да, вас, Мария, и вашу сестру Аню, которая тоже художница. Да, она дизайнер прекрасный, интерьерный. Именно. Дизство в такой семье, оно, конечно, большое счастье, потому что все творческие, все что-то творят. А как говорится, что воспитывать детей нужно своим примером. То есть, я могу сказать, что у нас такого не было, что вы обязательно должны девочке рисовать там хорошо, или вы должны стать художницами. У нас никогда со стороны взрослого поколения не было такого насилия, чтобы нас принуждали. То есть, это как-то само собой вышло просто из наших пристрастий, влечений. То, что мы смотрели на родителей, восхищались там, как у них хорошо получается рисовать. Хотелось так же, как мама, так же, как папа. Что касается ваших внуков, вы уже начали рассказывать, вы мне показывали замечательные открытки. А вот можно посмотреть, рассказать? Нет, это не... Что это такое? Это внучка папина Владимир Николаевич, это Оля Зинина, пейзербургская художница. И, кстати, она... Племянница твоя. Да, моя племянница. И, кстати, вот она... Это ее открытки, выпущенные в Питере, с видами Питера. Она же кончила институт кинематографии как режиссер-документалист. Ну вот, кстати, она сделала про меня фильм, когда училась. Потом про папу, она сделала материал, а вот внук уже и росла, нашим сыном. Он собрал этот материал в фильм «Путь художника», там папа еще живой. То есть она не только художница, но еще и занимается кино. Но она решила, что ей все-таки призвание художника, оно победило сейчас. То есть она полностью в творчество, в рисование. Ну а внуки, Александр Владимирович, дети ваши, Мария Ани, дети? Ну дети все тоже как бы одарены этим талантом. Рисуют они? По-особому видеть и что-то выдумывать. И вот я вижу это и в племяннике младшем, которому 9 лет. И Яночка, которая 16. Все-таки талант – это врожденный, я думаю, должен быть у художника. Какой стиль вам, как художникам, близок? Потому что графические работы я ваши видела, и пейзажи тоже, и живопись. Вот тем не менее, какой стиль близок вам? Ну-ка, Маша, давай. Но стилей великое множество, и поэтому мы можем использовать достижения художника, которые были до нас. Конечно, мимо нас не прошел и импрессионизм, когда это на впечатлениях работаешь. И очень сейчас востребован стиль реалистичной жилписи. Несмотря на то, что развита фотография, казалось бы, можно было бы и отказаться. Но людям все равно хочется, чтобы было максимально приближено к реальности. Поэтому я, например, когда работаю с портретами, конечно, стараюсь больше работать более в реалистичной манере. Но в то же время что-то от себя добавляю, такое именно свое, что-то чувственное, что-то такое близкое мне по духу. Вот то, что было у импрессионистов. Александр Владимирович, а вы? Ну, тут у меня такое множество направлений, которые все время я так это перебираю, меняю. Там, значит, то скульптурной пластике придаюсь, то, значит, живописной пластике придаюсь, то она реалистичная, то она очень условная и абстрагированная. Вы еще и постоянный участник любищевских чтений, которые у нас с 1987 года, по-моему, в Педауниверситете проходят. Да. А почему Александр Александрович так привлек вас? Он же занимался там совсем другим... Так вот, это его основная задача математизации биологии. Это, по сути дела, математизация чего? Создание наглядных математических моделей всего существующего, всего живого. Создание периодической системы, то есть, системы живых организмов, подобной системе Менделеева. Оп! Так, система Менделеева, что для меня это картина, которую я вот видела в кабинете, в школьном кабинете химии еще в детстве, и она магически меня завораживала. Вот, и тут вот это соединилось, плюс еще интересные вещи. Весь вот в XX веке, вот мы говорим, философы Серебряного века, то есть они стали погружаться в богословие, чтобы понять его начало. Художники-авангардисты, Кандинский, Малевич, Татлин, Филонов, Шагал, все пошли в ту сторону, в сторону простоты. И вот, когда мне говорят, что это квадрат Малевича, почему он такая серьезная картина? А вы знаете, что такое квадрат? Это математическая фигура. Да, математическая фигура. Вы знаете, что квадрат там? И какое значение? Ну, то же самое, вот, церковно-славянский словарь Дзеченк, там, великое имя Бога, значит, великое святое имя Бога называется квадратным. Вы знаете, что число квадратное письмо? Вот это древнейшее из форм письма, алфавитного письма. А мы не знаем. И вот тогда, когда возводится памятник буквы Е, вот за ним, вот за этим делом введения этой буквы Карамзином стоит вот эта мудрость веков. А мы это не знали. Мы думали, что Е – это неприличная буква. Ну, почему неприличная? Ну, как, а же не неприличная? Вот. Александр Владимирович, ну, вот, Мария, тем не менее, а что вдохновляет вас при написании книги? Я знаю, что вы еще стихи писали, написание картин. Вот откуда черпаете вдохновение? Ну, наверное, вдохновение, оно повсюду. Это, наверное, образ жизни художника, то, как он воспринимает этот мир. Потому что сколько бы ни было художников, они даже могут один тот же пейзаж написать по-разному. И вы, зная этих людей уже, зная какие-то их работы, как вот я своих знакомых друзей художников смотрю, я могу просто по стилю письма определить, ну, кто это написал. Потому что это, можно сказать, что живопись – это отражение внутреннего мира, прежде всего, человека, который вот взялся за кисть и берется что-то рисовать. Даже если вот человек непрофессионал, да, он вдруг увлекся живописью, он все равно будет проецировать свое, свой взгляд на мир, свой внутренний мир проецировать. Свои переживания. Свои переживания. Это такой вот посыл, такая вот эмоция – ах! Но когда начинаешь работать, и вот встречается первая трудность, вот тут вот уже необходима вот эта воля преодоления, вот эта вот трудолюбие, вот эта системность. Там генеральный Чайковский говорил, что вот когда не получается, я начинаю музицировать, я начинаю играть, играю, играю, ничего не нравится, значит, играю, играю. И на одном из этапов вот этого вот разыгрывания вот этих вот композиционных игр вдруг возникает вот какой-то алгоритм, за который вдруг их цепляется, и дальше начинается вот, ну, это вот минуты из стихии свободно потекут по ушкам. – Пожелания вот ребятам молодым, которые хотят, которые видят себя уже творцами, художниками, вот что вы можете им пожелать? Что нужно для того, чтобы все-таки состояться как художник? – Ну, папа, скажи. Ну, по-моему, он ты уже все сказал. – Я думаю, работать, работать и включать еще голову иногда. – Патерка «Волга» желает вам творчества, здоровья, и, пожалуйста, приглашайте нас на ваши замечательные выставки. Мы будем ждать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!